В этом видео мы спустим на воду новую дайверскую лодку Сима-710 и прокатимся на ней по Зимнему морю вблизи города Владивостока. Продолжительность этого обзора 15 минут, и в первой его половине нам подробно расскажет про лодку ее создатель и главный конструктор Тихоокеанской верфи Григорий Гиталенко. Съемки с ходовых испытаний во второй части нашего обзора. И если у вас мало времени, смело проматывайте то, что всегда сможете посмотреть позже. Ссылки на сайт производителя, а также различные комплектующие открываются в правом верхнем углу просмотра, а также находятся в описании к этому видео. Итак, Владивосток, середина декабря, поехали! Вот сегодня повезло выйти на море в компании Григория Гиталенко. На его новой лодке. Лодка, которая была произведена на Тихоокеанской верфи. Я главный конструктор. Григорий главный конструктор. Сима 710. Вот, ну и на мой взгляд, лодки вообще вот легко классифицируются на две части. То есть лодки, которые помогают тратить деньги, и лодки, которые помогают зарабатывать деньги. То есть вот эта лодка, наверное, скорее всего, относится... Для работы. Для работы, да. То есть она и внешне похожа, что не для такого праздного отдыха, а вот именно, что для работы. Григорий, а вот носовое расположение посла управления вот с чем-то связано. Потому как вот лодки РИП, ну в основном, консоль рулевая находится либо по центру, либо смещена корме. Ближе корме. Да. То есть это вот классический уже, скажем, такой вариант. Здесь вот пост управления находится в носовой части. То есть для каких целей, почему именно сделано так? То есть мы на протяжении 10 лет добиваемся от лодки именно комфортного хода, скажем, это пронизывающий корпус, а не обыкновенный моногидрон, как у всех других производителей. Ватерлиния 710-й силы, конкретно этой лодки, в принципе, сравнимо примерно с 8,5-9-метровым РИПом. Это самое главное отличие конструкции, то есть именно пронизывающего корпуса. То есть при встрече с волной, то есть лодка не напрыгивает и не ударяется, сходя с волны, а разваливает волну. Соответственно, нет удара корпуса, а волну, соответственно, тех динамических нагрузок водитель не переживает, как в других конструкциях. Ну, к сожалению, погода сегодня вот такая штилевая. Проверить вот именно на хорошей волне возможности нет. Ну и к тому же сейчас скажем. Ну, эта лодка не первая, то есть вот уже 5 сезонов у нас в бухте Витязь эксплуатируется такая лодка, и в принципе, ребята и в 3, и в 5 баллов выходили спокойно из шторма, не переживая за целостность пассажиров, экипажа и самой лодки. Была у нас такая компоновка с внутренней эргономикой, с пассажирскими сиденьями и с крышей. Здесь мы совместили, поставили крышу от такси. Задача стояла разместить, полноценно разместить 10 дайверов, снаряжение, чтобы они комфортно себя чувствовали. Центральный вот этот вот каркас, это под баллоны с воздухом для дайверов. То есть, это получается кассета, сюда вставляются баллоны. Да. И в принципе, они под рукой, то есть не надо влезать. Да, удобно одеваться и раздеваться, то есть, если дополнительные баллоны, еще под сидушками, еще 6 баллонов можно разместить. Ага. А вот еще, на мой взгляд, большой плюс вот именно крыши, то, что можно всегда за что-то ухватиться. То есть, вот когда, допустим, лодка на волне, на волнении, всегда можно за что-то взяться, чтобы не удариться и не смайнаться за борт. Да, на уровне вытянутой руки всегда есть опора. Вот, и при повороте, развороте, то есть, если, допустим, вдоль корпуса куда-то... Да, именно так мы и старались продумать конструктивные решения, чтобы каждая деталь корпуса являлась и дополнительной ручкой для безопасности передвижения по палубе. Да, но это удалось, это вот однозначно, потому что вот шаг один проходишь, и всегда есть за что захватиться. А вот это вот над баком, да, то есть, это для тех же целей? Да, да, это чтобы в снаряге можно было присесть, одеть баллон, снять баллон. Здесь стоит двигатель 3UZ, автомобильный, ну, адаптирован для эксплуатации на катере, то есть, неживейший коллектор, охлаждаемый солёной водой, теплообменник, холодильник его называют в простонародье, то есть, охлаждение двигателя идёт антифризом, а теплообменник охлаждается забортной водой. Компьютер прошит на 305 лошадиных сил, то есть, это максимально, что можно с атмосферного варианта выдавить 3UZ, ну, на сегодняшний день. Трансфер, сборка и редуктор. Здесь стоит американский Миркрузер, Браво 3, ДУПРО, двойные винты. Сейчас просто идёт настройка, то есть, подбираем винты, весной уже будут более конкретные результаты, но лодка с очень большими перспективами для разгона и для грузоподъёмности. Максимально мы уже выходили 14 человек, то есть, двигатель практически не почувствовал этой нагрузки, то есть, скорость упала всего на 10 км. Для такой загрузки, я считаю, это очень хороший результат. По палубе пару слов, то есть, из чего? Палуба самосливная, биозовая фанера с низкозящим покрытием. Раньше мы делали алюминиевое дно, но оно себя очень плохо зарекомендовало в эксплуатации, и сейчас уже вот 5-6 лет мы не возвращаемся к алюминию, только фанерная палуба. Это и звукоизоляция, даже если эта фанера мокрая, там, если осадки, там, или забрызгала, то гораздо комфортнее себя чувствуешь, чем на алюминии. Но у меня вопрос вот такой, фанера как сама, она не отслаивается, то есть, не разрушается? Нет, это связовская, именно не влагостойкая, а водостойкая фанера, из которой мы изготовили паёлы для надувных лодок. Ну, 10 лет живёт эта фанера без проблем. Торцы закрыты герметиком, и палуба организована именно самосливная, то есть, вот в кормовой части есть две пробки. То есть, на стоянке пробки находятся, то есть, слив находится ниже в атерлинии, поэтому на стоянке мы их закрываем пробками на ходу, пробки можно открыть, и вода сливается за борт. По якорной части, что у нас вот здесь вот находится? Лебёдка с самоукладчиком, то есть, здесь капитану не нужно... Некуда бегать в оперативе. Некуда бегать, да, и руками ничего делать. То есть, нажал на кнопку, якорь смайнался, либо так же свирался, и цепь и верёвка уложились в фарпике, в якорный ящик. Ну, лодка рабочая, чтобы максимально экономила время капитана для... на стоянке, на якоре, то есть, либо при швартовке, то есть, чтобы всё было оперативно и удобно для капитана. Якорь защищён, то есть, ключ якорный защищён площадкой, которая приварена к якорю, поэтому при вхождении в волну, то есть, внутрь вода не затекает, а отбивается этой площадкой. Григорий, ну вот, на мой взгляд, ещё удобно, то есть, вот, опять же, с точки зрения капитана, если он обслуживает команду дайверов, то есть, подходить именно, забирать дайверов, то есть, вот, именно с этого места очень хороший обзор, то есть, впереди ничто не закрывает, и вот я вот сейчас вот стою, как раз вот на месте... Ну, мёртвая зона примерно метра-полтора всего. То есть, можно всегда вот так вот подойти, высунуться с правой стороны, с левой стороны, вот, и обзор, конечно, отличный. И также, вот, капитан, развернувшись в корму, то есть, наблюдает всех пассажиров, то есть, всё перед глазами, то есть, эта компоновка пришла, скажем так, из жизни, именно по требованиям и желаниям заказчиков. То есть, изначально у нас консоли были и по центру, и в кормовой части, но после того, как мы первый раз сделали носовую консоль, то есть, все остальные лодки уже заказываются только такой компоновкой. То есть, эта лодка, это сделано, можно сказать, по заказу. Да, это... У вас есть уже заказчик конкретно? Да, да, мы работаем под заказ конкретно, то есть, заказчик обращается к нам, высказывает свои пожелания, мы ему предлагаем, стараемся предложить оптимальный вариант именно с эксплуатационных характеристик. Ну, стараемся, конечно, чтобы это было и эргономично, и красиво, но в первую очередь преследуем задачу, чтобы это была... лодка предназначена для работы, именно обслуживания, там, в зависимости от задач, которые преследует заказчик. А как вот ко льду, то есть, вот если, вот небольшой лед встал? До 10 сантиметров мы уже кололи лед, то есть, без проблем проходили по таким льдинам, обшивка 4 миллиметра, а МГ-5, ему это как семечки. Еще, на мой взгляд, вот плюс большой, что у вас производственные мощности находятся непосредственно возле воды, то есть, отсюда вот, ну, буквально 300 метров, и всегда есть возможность на воде испытать, и испытать, да. Да, по-моему, как вот сам Дальний Восток, здесь не так много, на самом деле, производителей лодок. Спасибо, Григорий, спасибо, очень интересная лодка. Я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно посмотреть на лодки, которые производятся в Владивостоке, на Тихоокеанской верфи. Вот, и надеемся, что когда будет потеплее, то есть, это весна, ну, тоже они за горами весна, лето, будем чаще встречаться и видеть ваши лодки уже. уже на воде. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА